Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это о жизни и это продолжение нашего прохождения Вольта. Сегодня у нас уже пятый выпуск и, как я понимаю, мы сегодня заканчиваем наш этот турнир в Нью-Йорке. Нажимаем на продолжение и наблюдаем за сие происходящим дальше. Так, ну это мы вернулись, получается, уже обратно в Джей Зинью. Как Нью-Йорк. Круто, жаль тебя с нами не было. Да, знаешь, я, значит, стою с сумкой в руках, уже жду такси до аэропорта. И тут смс-ка от Беа, типа меня заменили. И пока я пытаюсь понять, что я сделал не так, как тут мне звонит... Ван Гиллз. Ван Гиллз. Вот кто правда, друг. Ты же понимаешь, что я бы в любом случае узнал, ведь все же есть на твоем канале. Я разговаривал с Эдом, еще когда собирал эту команду. У этого поколения нет уважения, Джей. Они думают, что можно видос залить и забрать у нас все, чего мы всю жизнь добивались, а я с ним спорил. Потому что знал, что ты умеешь. Я все хотел верить, что вся эта онлайн ерунда всего лишь для пиара, а ты в первую очередь все-таки игрок. Да, я и есть игрок. Ты меня с грязью смешал! На глазах у друзей, на камеру. Ну и какой реакции ты ждал? Все совсем не так было, Джей. Ну и как же тогда было, Рэд? Нью-Йорк вообще неожиданно случился. Беа не сказала, кого я заменяю. Думаешь, я бы так поступил, если бы знал, что занимают твое место? Эд был прав. Научись уважению через пот и кровь. Да что ты вообще обо мне знаешь? Главное, я знаю, что ничего нет важнее тебя. Меня? Да мы все колесим по миру, пашем как проклятые и перестраиваем команду ради тебя, Джей. Ради тебя. Правда, так думаешь? Джей. Все уже здесь. Готовы работать. Так что давай. После разберемся, да? Я во всем разобрался. Удачи вам в Буэнос-Айресе. Джей. Джей. Ты куда это старец? Что за дела? Так. Ну, значит, вот. Конфликт уже. Против нас. Собрались, походу, уже все вот эти вот элита уличного футбола. И Джей, и Иван Гиллс, и Иси. Вот эти вот все они на сторону. Ну, Иси там что-то более-менее нормально к нам относится еще. А вот Иван Гиллс прям реально настроил против нас Джея. Итак, мы переносимся в Буэнос-Айрес. Этот стадион оказался на карте, потому что принимал чемпионат мира Вольта. Участвуете ли вы в турнире или проводите единочную игру, у вас ждет атмосфера большого футбола и соответствующее количество зрителей. Так, ну все. Поехали. Мы вылетаем. Она даже в перчатках в самолете, что ли, сидит? Серьезно? Места для ног полно, да? Что? Завожу вежливый разговор. Понятно. Мэйси, например. У меня такое чувство, что это фиаско, понимаешь? И именно мое. Мы сейчас вообще-то летим на чемпионат мира. И они тоже. Благодаря тебе. Так что не очень-то на фиаско похоже. Итак, мы прилетели в Аргентину. У нас снова тренировочки. Но, кстати, у нас вообще нету очков-навыков. Это плохо. Но я все равно буду, наверное, до тех пор проходить это прохождение. Даже еще на раз буду все это, наверное, одни и те же матчи играть. Но хочу просто себя до максимума довести. Вот это моя будет цель. Не только что пройти прохождение, всю эту историю. Вольты. Вот такая у нас уже команда в Буэнос-Айресе. Ну, хотя бы у нас есть Бик-Ти. У нас есть Питер Пенко. Есть вот этот классный чувак из Амстердама. Также есть у нас Бобби. Так что все у нас нормально. Ну, и также я бы хотел все-таки переодеть вот эту вот дребедень. Мне что-то она как-то вообще не понравилась. Так. Так вот получше. Шорты тоже от Адидаса. Все, сохраняем изменения. Так мне как-то поинтереснее, симпатичнее выглядит. Но в самом начале мы опять все-таки стартуем с тренировочек. Здесь я не знаю, что сейчас мы будем тренировать. Не посмотрел. Сложные удары. Ну, ладно. Ну, что-то неплохо. Поехали. Ну, за такое время мы должны. Ой, как выпендрился и промазал. Вот зачем вот эти вот понты? Вот опять вот он. Ладно, сейчас хотя бы получилось. Мы сейчас можем вообще даже... Да хватит так выпендриваться, ты не попал первый раз. Ну, вот он издевается вообще, вот не слушает реально. Отлично. Идем мы дальше. Теперь у нас сложные удары на Вичок. Пас внизом. Так понял, у нас что, его обыграть надо или что? Отошел. Или в бутылочке нам, походу, приходит. Придет сейчас целиться. Значит, как-то не попадаю в бутылочки. Отлично. Низом просто пришлось пробить. А мы вот так... Ой-ой-ой. Нафиг ты так сделал? Еще и в штангу попал. Надо сейчас вот за последний удар все просто... Отлично. Прошли на А. На звезду. Ну, и дальше мы идем. Словно, удары начинающие. Пас внизом. Попросить поддержку и забегание. Угу. И что делать-то здесь надо? Забивать просто или что? Да, в смысле мяч потерян был? Ну, я не понял, как бы. Ладно. Ой, а что так уже нас трое здесь? Я вообще не понял. Там либо пасл надо было забивать, либо что? Вот даже сейчас не попал он просто. Ну, это понятно. Ну, это понятно. Мяч потерян. Да вы что, в смысле потерян он был при мне. О, ну ладно, надо ее сделали, нам лишь бы сделать. Как говорится. Как говорится, и так сойдет. И сложный удар эксперт теперь. Ну, удары низом, это я знаю, как это делать. Против. Я что, вангельс опять или нет? Отлично. Почему тут какие-то стали у нас вот люди появляться против нас, которые играют, они в труханах вот просто играют? Вообще промахиваюсь. Тихо, мяч. Останьте. Ну, хотя бы мы уже точно знаем, что мы прошли. И последняя, я так понял, попытка у нас. Нет, вот это вот все, вот эти три мяча, последняя попытка. Вот, мы еще и на А прошли. Прямо одним ударом сразу на А. Еще банку сбили. А у тебя что? А, у него еще есть мяч, кстати. Ну, я вот так вот решил от штанги забить. Продолжаем. Наверное, вот сейчас вот это последнее задание. Полоса препятствий вольта. Удар, накрывание. Так, тихо, тихо. Куда нам? Значит, я правильно прошел. Возьми мяч, Алеша. А, вон они. Я думал, что я так прям без мяча. Хорош. Э. Беги, ептич. Неплохо. Хорош. Отлично. Все? Ну, кстати, друзья, вот по сравнению с первыми заданиями, которые нам давали там в окна вот в эти впулять, это намного легче нам стало. Что-то хорошо. А мы продолжаем историю. Это чемпионат мира в Аргентине, в Буэнос-Айросе. Месси мы, естественно, здесь не увидим, потому что он является там в про-вольшин-сокере. Все это лицензия на Барселону, так что вряд ли мы его увидим. Мало что-то болельщиков. Легенды пока не отвечают. Ну что, пора показать миру, что мы здесь? Привет, мы на регистрации. О, погоди, я запечатлел этот момент. Нет, нужно жить настоящим. Здесь написано, что Джей Зинью уже зарегистрирован. Я в новой команде. Джей? Что тут происходит? Ну да, как я и понял. Кто-то должен показать вам, что будет, если выбрать амбиции, а не верность. Мы снова собрали твою команду, Джей. Да, но без Джей Зинью это не Джей 10. Что? Ты все не так понял, Джей. Вы лишили меня всего, но мое имя вы забрать не сможете. Надеюсь, вам подписчики помогут. Не, ну у них прям реально топчик собрался. Всех, кого мы ездили везде, те они и собрались. Раз мы не Джей 10, то кто мы? Так, название клуба. Ну я это как бы уже делал. Ну еще раз так же назовем. Мы походу все это время действительно играли под именем Джей 10. И реально собирали команду. Выберите эмблему. Я это тоже уже выбирал. Вот у животных. И вот этот вот лев. Далее. И домашнее поле. Барселона. Значит мы тут еще вот в эти всякие будем еще в город. Вот, давай сейчас мы посмотрим. Извините за спойлеры, конечно. Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк, Буэнос-Ареси. Мы сейчас потом поедем в Майами, Лос-Анджелес, Мехико, Лондон, Барселона, Париж, Кейптаун, Лагос, Берлин, Рим. И все. На этом в Германии мы закончим. Так что я думаю, что и так. Ну не по порядку, чтобы они просто так бы состоялись. Я выберу все так же Нью-Йорк. Мне нравится эта площадка, прикольная. Так что поехали. Я же вроде вот у меня уже был же вот мой состав. Вот это вот Раштим было написано, инфа о команде. Вот это все. Не понимаю тогда чего. Ладно, продолжаем дальше. Мы услышали, что Джей Зинью с своей командой приехал. Ё-моё. Шесть матчей прям как в Амстердаме нам опять придется. Но давайте вот для вас управление командой зайдем. Так, так, так. Тебя возьмем, 95-го. О, вратарь как раз наконец-то здесь появился. Все, не знаю. Вот это упадет. Ну все, это максимум, наверное, 74-95. Можно сделать. От этого ничего не изменится. Вот. Вот так вот соточка. Нормально. Пара игроков с одной домашней площадкой. Токио-Токио. Ну и вот так. В общем, нормальная команда. Вот такой. Будем играть. Мне кажется, неплохо. Ну и для вас это опять. Я не буду, наверное, все эти матчи. Потому что я уже посмотрел по первым выпускам, что очень недолгим выпуске мы получались. Поэтому будем теперь именно по сюжетке только двигаться. А сами эти матчи вам показывать не буду. Потому что смысла нету. Ничего интересного нет. Вот сюжетки. Вот такие бы посмотрели. Ух, тут прям и гетры они надели. О, моя фамилия. Танако Сид. Нормально. Прям здесь уже с фамилиями, с номерами все играем. Не знаю, почему у меня 20-й. Как с Ливерпулем играл, так и остался. Получится, когда выиграем. Итак, сейчас неважно кто вы. Почему-то мы в каком-то вот под трибунки именно общаемся. Надо было в раздевавке, наверное, это сделать. Прямо сейчас. Давайте пойдем и покажем миру, кто правит этой игрой. Да! Да! Мы все с тобой. Ну все. Поехали! Так. Давно уже не играл. Между роликами с записью. Делаю небольшие перерывы. Ну, думаю, это не помешает. Итак, вот она наша команда. И снова Сид вот тут против нас играет. Это надоело. Все, поехали, поехали. Первый матч, друзья, мы выиграли. Со счетом 7-1 заканчивается. 1-32 чемпионата мира. 4 гола у нас. Что-то вообще не получаются у нас имена очки навыков. Нанять игрока здесь можно, кстати, с чемпионата мира воровать. Так что давайте мы посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Одного только можно забрать. Я бы защитничка взял. Так, ну здесь на место вот этого, 71-го из Амстердама. Ну, вообще, это супер. Мы теперь, походу, будем, раз там, до Берлина, у нас очень много городов, будем воровать игроков из команд. И это классно. Это действительно классно. Манитим, Манитим. Так, ну у нас 1-16. Друзья, в общем, я не знаю, что вообще сейчас произошло. Вы видите, что я теперь не могу выбрать историю. Видите, что она пройдена. Мы, в общем, выиграли этот турнир в Буэнос-Айресе. Вот, видите. Но она вылетела у меня игра. Написано, сообщите о проблеме. И все вот это вот. В общем, была там катсцена после, точнее, перед полуфиналом. Посидел там Рэви с Сидом. И вот, к сожалению, сейчас я вообще даже не смогу показать вам и сам посмотреть финал вот этой истории. Потому что, ну, не знаю, ну, катсцены, где вообще все, как их смотреть, не понимаю. И вот. Тут еще как-то почему-то закрыто вот те, что нужно сделать. Аватарс. Ага, ну это качать его надо. В общем, я так понял, мы прошли всю историю. Это круто. Так что теперь нам остается только играть и качать себя. Я бы в Лондоне, вот тут бы поиграл. Но это будет уже, друзья, следующей серии. Мы будем себя качать дальше, проходить каждый город. Тут видите, что типа пройдены, пройдены. В общем, в каждом городе мы поиграем. В Африке мы вообще еще даже ни разу не играли. Азия на 66% пройдена. Так что, извините за вот такой вот небольшой казус. Обидно, конечно, что нельзя это посмотреть. Так что, с вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok